И снова здравствуйте, уважаемые подписчики, любители автотематики, а также зрители нашего канала со сложным названием. Сегодня в нашем блоге поучаствует еще один китайский электромобиль под названием ORA R1. Стоит отметить, что дизайн кузова очень сильно напоминает некоторые европейские смарты. Однако, зная китайский автопром, под неказистым кузовом вполне может оказаться нашпигованная полезными функциями тачка. Но ближе, как говорится к делу, рассмотрим этого самурая более подробнее. Ну а прежде чем начать, предлагаю оценить большую коллекцию обзоров на нашем канале. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране. Кузов выполнен в форм-факторе кросс-лифтбека, что для несведущего зрителя такое понятие может оказаться незнакомым. Поэтому представьте себе АКУ, но без углов, с более гладкими линиями и плавными изгибами. Довольно глазастая морда, фары расположены ровно посередине передка. Бампер цельный, снизу имеет подобие решетки радиатора, хотя в целом машина буквально защита в свой корпус. Между фарами расположился лючок для контактов под зарядку автомобиля. Боковая часть не отличается дизайнерской мыслью. Есть небольшое углубление, выделяющее днище автомобиля. В остальном все практически в одном форм-факторе. А вот задняя часть более интересная. Фары расположены равномерно, отделяет их дверь багажника. Но самая нестандартная часть – задний бампер. Такое ощущение, что дизайнер сначала планировал сделать лодку, но потом решил построить автомобиль. Так как бампер отличается от всего кузова округлостью и больше напоминает борт надувного плота, чем именно бампер. Есть небольшое окошко заднего вида. Под ним расположен стоп-сигнал. Задние фары квадратные с сильным скруглением углов. Колеса 15 и 16 дюймов на выбор, что довольно неплохо смотрится в купе со всем кузовом. Обшивка корпуса имеет очень много пластика. То есть даже алюминиевого сплава тут минимум. Казалось бы, прочности корпуса в момент ДТП не будет, но краш-тест новинка прошла на 5 звезд. Также это позволило снизить вес автомобиля до 990 кг. Но если внешне машина сильно напоминает смарт, то ее начинка позволяет убедиться в обратном. Салон выполнен в минималистическом стиле. Отделка – это ткань и пластик. Дешево и сердито. Дизайн здесь не сказать, что бы сильно отличающийся от других компактных машин из Поднебесной. Есть все нужное и расположено довольно удобно. Приборная панель цифровая, но пытающаяся имитировать механическую, разделена на два круглых окошка. Небольшой мультируль с правым джойстиком. Есть парктроники, минимальный набор умных функций и машину можно открыть даже смартфоном. Вообще, китайцы любят взаимодействие электромобилей с гаджетами. Поэтому таких мелких полезных функций здесь хватает. Главное – научиться всем пользоваться. По середине передней панели расположился мультимедийный экран, размером со стандартный планшет. Также есть пять конфигурируемых отверстий для вентиляции и кондиционера. Теперь перейдем к моторной части. ORA R1 – переднеприводный электрокар с простенькой зависимой задней подвеской. Электродвижок имеет 48 лошадок и 125 ньютон-метр крутящего момента. Максимум разогнать этого китайского Якудзуну можно до 102 км в час. Причем с места он разгоняется до 50 км всего за 5,6 секунды. Поставляется машина с двумя батареями на выбор. Либо на 28,5 кВт-часов, либо на 33 кВт-часа. Обе литий-ионные. Также можно выбрать два зарядника. Либо стандартный на 3,3 кВт, либо более дорогой на 6,6 кВт. Первый зарядит машину за 10 часов, второму нужно вдвое меньше времени. В ORA R1 опускаются только передние окна. Причем кнопки для этого находятся справа от водителя, между сиденьями. А вот задние просто откидываются и крепятся на специальных кронштейнах. Есть ABS и две подушки безопасности. В принципе, для цены в 50 км долларов, для экспорта это вполне нормально. Учитывая, что разработчики пытаются внедрить все больше полезных функций. А вот в самом Китае машину можно купить гораздо дешевле. Но на этом у нас все. Будем рады услышать ваше мнение в комментариях, а также узнать, взяли бы вы себе такой электромобиль и какую цену считаете более адекватной для такой сборки. Пишите в комментариях. А чтобы не пропустить ничего интересного, ставьте палец вверх, подписывайтесь и жмите колокольчик. Всего хорошего, удачного пути и будьте осторожны на дорогах.